Теперь нам уже хватает на целых два уровня. Давайте все-таки сделаем пока упор на силу, а потом, если что, перекачаемся. Во втором дарке нет никаких проблем от этого сделать. Так, и возвращаемся обратно в замок. И здесь нас ждет старый знакомый. Бенхард. О, хорошо, друг, 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 хорошо видеть вас, Эл. Да, очень хорошо, друг, друг. Я journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. Legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как я уже говорил, здесь кого только нету В этом замке, как говорится, все дороги ведут в Рим А здесь, похоже, Римом является замок Drunk Lake И эта дверь, она пока что заперта Лифт также не работает И единственное, что нам остается делать, это Как истинному лифтеру Лезть и чини лифт Слава богу, здесь хотя бы можно быстро лазить по лестницам Чего не скажешь о первом Dark Souls Недавно я в него играл и был очень удивлен Тем, что там нельзя не быстро залазить, не быстро слазить с лестниц Уже изрядно подзабыл я первый Dark Souls Да, и нам нужна душа Чтобы Этот голем Повернул эту чашу и активировал лифт Но Как ни странно, здесь никто не оживает Хотя помнится мне в какой-то редакции Dark Souls По-моему, не Школяр первого греха, да А обычный Dark Souls 2 И тут эти ребята оживали И здесь у нас а-ля Саунхилл 4 Еще что самое интересное, то, что здесь, получается, назад дороги нет Еще раз надо отдать должное архитекторам этого замка Да, здесь у нас два безголовых голема Очень опасные враги Еще вдвойне опасные Они будут против меня Потому что У меня всего лишь на всего Обычная Дубина Так, душа улетела Отлично Просто они очень быстрые Накладывают кровотечение Так, ну, лифт там и активировали Вот, как можно видеть, он поехал вниз Но вернуться обратно мы не можем По крайней мере, обычным путем Конечно, можно использовать косточку возвращения И вернуться к прошлому костру И использовать лифт И, в принципе, вообще не проходить часть этого замка Но тогда мы пропустим много чего интересного, конечно же Чего бы нам не хотелось Старый молот рыцаря Интересно, давайте почитаем А, ну такое мы уже находили Древний большой молот Принадлежит воину, жившему столь давно, что его в подвигах не сохранилось ни единого упоминания Это молот рыцарей из Хейда И колокольчик Каты И большой меч душ Священный колокольчик, благословленный Катой Богиней слез Усиливает действие порчи Не может использоваться для создания чудес Ката, богиня слез Сострадательно и поддерживает нас в тяжкие времена Но некоторые считают, что на самом деле она демон Увлекающий горемык навстречу беде Возможно, Ката это аналогия Велки Во втором Dark Souls Большой меч душ Это заклинание поражает врагов мечом Сотканным из душ Маг удерживает этот меч Из чистой энергии двумя руками Используя это заклинание Маг вступает в ближний бой И подвергает себя опасности Так, кого здесь можно призвать? Наемник Луит И, кстати, можно тоже его здесь призвать Просто Луит, на самом деле, прикольный мужик С двумя щитами И здесь нас ждет еще один очередной повтор Опять это лошадь Из проклятой колесницы По идее, можно ее вообще не убивать Айти дальше По сути, она здесь как, можно сказать, рядовой противник Но, правда, жизни у нее На самом деле Чуть ли не больше, чем у оригинала, по-моему Давайте, наверное, поставим Клеемор Что-то как-то большой дубиной Не очень прикольно долбить Где же он? Мой Клеемор-то В тем временем Луита там зажали Капитально Чертва лошадь Как я тебя не люблю Ау Да, ускорило мне Своим пинком баф Меча Да, у Луита нет оружием Он бьет своими огромными щитами Хотя, в принципе, у этих щитов Ну такой уж и маленький дамаг На самом деле Ну все, привет Зато он отдает кольцо защиты Гора Достаточно интересное кольцо Кольцо убийцы по имени Гор Отправившего на тот свет полдюжины королей И несколько высокопоставленных священников Уменьшает урон от ударов в спину Убийца всегда рискует, собственно, жизнью А значит, всегда должен следить за своим тылом Давайте ради интереса я покажу вам Что будет, если я повешу на себя это кольцо И вот так это выглядит Как будто сзади меня висит Некий дух Так, давайте вернем нашу дубину А здесь она нам еще пригодится Так как, да Нам будет противостоять Рыцарь из Хейда И наемник Луид Решил, что с него хватит И вернулся в свой мир Окей Нам тут особо и не нужен был Ух ты, там второй идет Оу Там вместо бутылки у меня стоили молнии Попробуем еще разок Проверим, чья дубина крепче Заберем наши потроха Да что ж ты-то опять сюда прибежал Чего я тебе такого плохого-то сделал Кажется, его меч Несколько длиннее, чем моя дубина Так Что у нас тут Железный сундук Наверное, что-то ценное Огненный шторм Окей Древняя первобытная пиромантия Рядом с колдуном Вспыхивают столпы пламени Говорят, что огненный шторм Воплощает пламенный гнев Своего создателя Старые поножи рыцаря Мы уже читали части этого рыцаря Я думаю, что в его поножах Ничего интересного нет И... да По-моему Это необычный сундук Да, и можно заметить, что торчат Зубы Привет, мимику Мимики не так часто встречаются И можно иногда расслабиться И пропустить какого-нибудь из них Окамевшая козь дракона И катана Давайте посмотрим, что это за катана такая Катана неизвестного происхождения При ее создании Использовалась необычная Но безупречная техника Невероятно длинное лезвие Позволяет наносить удары С огромного расстояния Но необычная конструкция оружия Делает его очень хрупким В третьей части Эта катана называется Сушильный шест Это самая длинная катана в игре Ну, я думаю, что далеко не самая лучшая Хотя, возможно, кому-то нравится Давайте уже откроем эту дверь Подышим свежим воздухом Здесь все так же дождливо Так, и вот эти двери Они здесь как декорация Никак не открываются И у нас есть два пути Подняться наверх Либо зайти В дверь В принципе, эти два пути Приведут В одно и то же место Сейчас я вам покажу Куда они приведут Ну, давайте сначала Убьем всех на крыш Здесь у нас стоит Олонский рыцарь И Не скажу Пусть это будет секретом Хотя, я думаю, что вы уже поняли Что это будет Конечно же, Гарпия Получил класс Ну, Гарпия, да Достаточно прочная Но у нас есть дубина Мерцающий титанит И вот то самое место Помните, я поднимался И говорил, что вот Здесь закрыта дверь И сверху в меня стреляет Олонский рыцарь Можно, конечно, упасть вниз Но тогда мы пропустим Все самое интересное Что находится здесь За этой дверью Открываем не спеша Так как здесь нас Поджидают Две сексапильные дамы Очень горячие, я бы сказал, дамы И лучше, конечно, к ним Близко не подходить Чтобы не обжечься Поэтому я не буду выпендриваться Поставлю Арбалет И просто Расстреляю их Издалека Вот такой вот я негодяй Да, с телом у нее, конечно, все прекрасно Но с интеллектом не очень Не хватило у нее Мозга подойти ко мне поближе Порошок для починки Огненная бабочка Что это за страшные звуки? А, это ты здесь Так, ладно, уберем арбалет Капюшон пустынной волшебницы Капюшон волшебницы Из далекой страны Джуга На вид простая одежда Из тонкой ткани На деле же обладает Сильнейшей магией У пустынных волшебниц Чарующая внешность И они пользуются ею Чтобы усыплять бдительность жертв Как ни удивительно Даже те, кто достаточно Прозорлив Чтобы распознать Такие уловки Поддаются их чарам С пугающей чистотой И самое нужное Зачем мы вообще сюда шли Это осколок фляги с эстусом Если бы не этот осколок Можно было уже давно Бежать Боссу этой локации Мы опять приходим к костру В принципе можно отдохнуть Ничего страшного в этом нет Лифт внизу И на нем нарисован Некий герб С двумя драконами Возможно это герб Дранглейка Да, и это очень высокая башня И здесь нам предстоит очень интересная картина Которая напоминает Саунхилл 4 Ключ скованного Непонятно чем он заслужил Такую участь Быть голым Привязанным К этой двери А на его лице Прикреплена Маска Здесь у нас ключ от королевского прохода То, зачем мы сюда в принципе и поднимались А также сосуд души и огненное семя И крепкий волшебный щит Крепкий волшебный щит усиливает щит в вашей руке магией Укрепленный щит поглощает больше урона Некоторые маги в Мельфийской академии презирают подобные заклинания Пуристы с отвращением относятся ко всему Что хоть как-то связано с боями на мечах И ключ от королевского прохода в замке Дранглик Король Вендрик всеми способами старался спасти свое королевство от проклятия Но когда все попытки потерпели неудачу Король бежал через королевский проход Судя по этому описанию Король Вендрик был не таким уж и храбрым королем И здесь в клетке у нас сидит такая вот небольшая девушка Но пока что мы эту клетку открыть не можем Ну давай же уже быстрее Кто-то придумал столько времени пускаться и подниматься вверх-вниз Чтобы взять ключ И открыть дверь Которая находится тут же Королевский проход Здесь у нас лежит красивый череп Интересная фреска Изображающая скорее всего великое дерево И очертания неких двух людей Вообще этот коридор достаточно интересно выглядит В отличии от всего замка Дрангвейк Как я уже говорил Статуи без голов Не встают Но вот статуи С головами вполне могут Поэтому Да, можно Снести им голову до того, как они Пробудятся Если, конечно, успеть это сделать Но они, в принципе, не такие уж и мощные Можно с ними и сразиться В честном бою Само цвет жизни Различные души, титаниты И здесь можно призвать Пепельного рыцаря Бойда Но он нам нафиг не нужен А вот Бенхард из Джуга Нам здесь пригодится Чтобы продолжить его квест Нам здесь необходимо его призвать Пост на самом деле не такой уж сложный Но достаточно уникальный Попрыгнул прям под его меч Зеркальный рыцарь С огромным щитом По нему очень проблемно попасть Из-за этого щита Здесь опять же идет дождь И этот рыцарь Люди используют молнии Да что ж такое-то Я на какой-то черт Начинаю Отпрыгивать Когда он начинает прыгать Хотя он не так делает Итак, давайте посмотрим На то, что он вообще умеет делать А, кстати, да Мне здесь Долго смотреть не надо Потому что Нужно, чтобы Бенхард выжил На самом деле этот босс Похож на другого босса Из Игры Demon's Souls Давай Бенхард Хоть ты его что-ли там Лупади несколько раз А то я его По щиту попадаю Ну вот наконец Надо делать лучше вертикальную атаку Да, и когда у него стоит Сполнение жизни Он призывает Темного фантома И в оффлайне Это не так интересно Его можно очень быстро вырубить И все Если вы играете в онлайне То Из его зеркала Может выйти Настоящий игрок И вот это уже будет проблема Потому что параллельно сражаться ПВП И против босса Это уже не так-то и просто Особенно если Призванный игрок Будет достаточно скилловым Ну а все В остальном Босс очень медленный С очень предсказуемыми Атаками И убить его Не составляет Какой-то вообще проблемы Ну что-то он совсем На меня не реагирует Сосредоточился на Бенхарте Из Жуга Ну вот Как-то так Душа зеркального рыцаря Душа зеркального рыцаря Который охраняет Оставшийся без хозяина замок От незваных гостей Когда-то храбрейшие Из воинов шли Королевским проходом Чтобы испытать себе Но теперь Он лишь не дает Отправиться в погоню За королем-беглецом Это еще раз доказывает Что Вендрик Куда-то сбегал Да, погодка Все хуже и хуже По-моему Дождь судя по всему Только усиливается Здесь у нас Снаряд души Кварцевое кольцо Мага Плюс 2 И уголь вражды Кварцевое кольцо Увеличивает магическую защиту И кстати Это кольцо нам пригодится В следующей локации Итак Давайте сразу Наверное Поставим Это кварцевое кольцо Мага Давайте его поставим Вместо кольца Которое дает Физическую защиту И здесь у нас Очередной затяжной лифт Такое ощущение Что мы сейчас Спустимся К центру земли Ничего интересного Ничего интересного Место Зеленый цветок Здесь можно Зажечь факел Здесь повсюду Корни деревьев Главное Здесь случайно Не устроить пожар Нас встречает Следующая локация Храм Аманы Которая Подорвала Наверняка Не одну сотню Задниц Dark Souls 2 И она является Достаточно красивой Локацией Можно слышать Как кто-то Поет Красивую Песню Ну да ладно Ну для начала Нужно Отправиться В Маджулу Потратим Наши 55 тысяч Душ А заодно Отдадим Осколок фляги Давайте возьмем Давайте возьмем еще силы Хотя в храме Аманы Я возможно Думины Пользоваться Особо и не буду Кстати Хлоан Иногда Если с ней поговорить После определенных моментов Она дает Титанит Похоже Это не тот случай И кстати Да Она стала продавать Большие сколпты Титанита Так что в принципе К Макдаф Теперь совсем Не обязательно гонять Также у него Вроде раньше Не было камня яда И камня кровотечения Хотя я могу путать И в храме Аманы На самом деле Больше понадобится Какое-нибудь Стрелковое оружие Либо магия Но так как я не маг То давайте Просто улучшим Наш арбалет До плюс 7 И уберем нашу дубину Вернем клеймор Давайте выберем Какой-нибудь щит Который нам Больше даст Защиты От магии И вот щит дракона В принципе Вполне подходит А также поставим Наш тяжелый арбалет Вроде мы не перегружены Все хорошо Теперь можно Отправляться в храм Аманы